Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Глава муниципалитета Станислав Каторов вручил ключи от новой квартиры жителю округа Илье Блохину. Вручаем тебе ключи от квартиры. Станислав Каторов познакомился с работой летнего школьного лагеря в Видновском художественно-техническом лицее. Здоровая еда, крепкий сон. Программа социальной газификации теперь будет распространена и на дома в садовых некоммерческих товариществах. Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов в торжественной обстановке вручил ключи от новой квартиры Илье Блохину в рамках губернаторской программы по обеспечению собственным жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 18-летний Илья учится на втором курсе Павлова-Посадского техникума по специальности жилищно-коммунальное хозяйство. На данный момент проживает в общежитии своего образовательного учреждения. Считает, что переезд в собственную квартиру станет для него началом нового этапа в жизни. Уже сейчас юноша обдумывает, каким будет интерьер помещений. Я думаю, ничего особенного там не будет. Ну, как обычно, все. Просто куплю гарнитуры, кровать и обычную мебель. Квартира общей площадью 35 квадратных метров расположена в микрорайоне пригород Лесное. Вручая ключи, глава поздравил Илью с новосельем и пожелал ему профессиональных успехов. Чтобы было где жить вообще в целом, вручаем тебе ключи от квартиры. Небольшие от нас подарки. В этом году в муниципалитете жилыми помещениями будут обеспечены еще 7 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Навестить, поговорить за чашкой чая и оказать помощь – это особенно важно сегодня в условиях, когда бойцы защищают наши границы, а жены ждут мобилизованных домой. Глава Ленинского городского округа посетил семью мобилизованного Сергея Перепелицы. Семью Сергея Перепелицы навестили глава Ленинского округа Станислав Каторов и его заместитель Татьяна Квасникова. Женой мобилизованного Еленой они знакомы уже давно, ведь после отправки мужа на фронт она занялась разработкой проекта военно-патриотического центра. Нам удалось разработать очень хороший проект, который сейчас мы будем реализовывать благодаря поддержке нашей администрации и во главе со Станиславом Анатольевичем. Мы сделаем все возможное, чтобы дети смогли от всей души полюбить свою родину. Идею о военно-патриотическом центре Елене предложил супруг. В феврале 2022 года в одном из боев Сергей пропал без вести. Военнослужащий хотел передать будущему поколению опыт боевой подготовки, знания и, конечно, патриотизм. В разработке проекта центра Елене активно помогают сотрудники Госфонда, защитники Отечества. Они же стали ее близкими помощниками. В первую очередь, конечно, мы помогаем женам, участникам, участникам СВО, солдат наших во всех стезях. То есть это бытовые вопросы, это психологическая помощь, юридическая помощь. В данном случае Елене нужна была психологическая поддержка в плане просто приехать в гости, попить чаю. Это тоже очень важно, уделить человеку внимание, время. Ну и также сегодня Елена выступила с инициативой создать центр патриотического воспитания. В подарок главе округа Елена подготовила книгу с фронтовыми заметками бойцов специальной военной операции с личной подписью. Спасибо. Сначала читать, потом в музей. А потом всем читать. Администрация Ленинского округа продолжит оказывать поддержку семьям мобилизованных. Инга Инчук, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. 30 лагерей дневного пребывания в течение лета будут функционировать на территории Ленинского городского округа. Везде для ребят подготовлены творческие и образовательные программы. Об этом главе округа Станиславу Катерову рассказали во время посещения одного из лагерей, открытого в Видновском художественно-техническом лицее. Дружеская встреча всегда начинается с улыбки и рукопожатия. В летнем лагере Бригантина, открытом на базе Видновского художественно-технического лицея, каждый день наполнен различными активностями. Но сегодня мероприятие особое. Оно посвящено Дню памяти и скорби, в которой вспоминают начало Великой Отечественной войны. Для ребят его провели в интерактивной форме. Как ваша станция называется? Давайте посмотрим. Города-герои. Знамечательно. Ваша задача найти картинку. Здесь выражены какие-то картинки, где представлены, на которые изображен город, о котором я вам скажу. А пока ребята вспоминали события, связанные с началом Великой Отечественной, глава округа Станислав Катеров осмотрел помещение лагеря, столовую, места для отдыха и игровые зоны. Кто-то в игры играет, кто-то рисует, кто-то, видите, в шахматы, в шашке. То есть каждый отряд, ну, каждый его дети... А в монополию, я смотрю, да, любят? Ну, нет. Все любят. После небольшой экскурсии по учебному заведению, которая на летнее время превратилась в лагерь дневного пребывания, Станислав Катеров вновь присоединился к ребятам и принял участие в акции «Свеча памяти». Подобные мероприятия сейчас проходят во всех лагерях Ленинского округа. Всего первой лагерной сменой, а их будет три, охвачено порядка полутора тысяч ребят. Педагоги, которые задействованы, они продумывают все до мелочей, чтобы сделать пребывание детей ярким, насыщенным, эмоционально. Ну и, конечно же, это, прежде всего, оздоровительный лагерь, то есть здоровая еда, крепкий сон, воздух, прогулки, спорт. Всего в течение летнего периода на территории Ленинского городского округа будут работать 30 лагерей дневного пребывания. Максим Козлов, Кирилл Махров, Максим Константинов. Видное ТВ. Программа социальной газификации теперь будет распространена и на дома в садовых некоммерческих товариществах. Ранее бесплатно газ подводили только до границ СНТ. Для того, чтобы проложить трубу к земельному участку, дачникам приходилось платить деньги. По новым стандартам газопровод будут проводить до границ участка без привлечения средств жителей. Далее необходимо заключить комплексный договор и оплатить услуги только внутри участка, включая оборудование. К этой программе относятся садовые некоммерческие товарищества, которые находятся в границах газифицированных населенных пунктов. Также домовладение должно быть зарегистрировано. Кроме того, до 1 августа необходимо провести общее собрание жителей СНТ и договориться об участии в программе социальной газификации. В рубрике «Афиша» мы расскажем вам о том, как можно провести выходные дни. На площади у кинотеатра «Искра» 22 июня 18.00 состоится концерт, посвященный Дню памяти и скорби. Перед собравшимися выступят творческие коллективы Дворца культуры «Видное». В это же время на стадионе «Металлург» стартует матч чемпионата Московской области по футболу. Наша команда «Металлург.Видное» примет гостей из футбольного клуба «Химки». Приходите поддержать футболистов. 23 июня воскресенья в парке «Опаренки» пройдет фестиваль исторического фехтования «Броненосец». Вас ждут игры, мастер-классы, а также показательные выступления. Начало в 10 утра. А в 16.00 в парке «Сосинки» состоится концерт «Музыка всегда со мной». Борис Гуреев и его друзья споют для зрителей любимые и знакомые всем песни «Вход свободный». Проведите свои выходные интересно и с пользой. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.